И встречный вопрос за найман дар нишинде комсинга. Найман дар нишинде хоржиман, хоржиман дар нишинде сахал хоржиман. Хороший вопрос, есть еще? Хороший вопрос, хороший ответ. Обновите страницу. Так, давайте я немножко в творчестве спрошу. Вот вы поете множество песен. Скажите, вот на какую бы тему вы отказались бы петь? Вау! Скорее всего, все, что касается... Нехорошего, да? Не, не, не то, чтобы нехорошего, а все, что не касается самого творчества. То есть, что вызывает творчество? Творчество вызывает чувства. То есть, ты чувствуешь какие-то, я не знаю, что-то ты чувствуешь после отношений с каким-то человеком. Это может быть агрессия, это может быть любовь, это может быть ненависть, это может быть все, что угодно. Но обычно именно вот эти эмоции вызывают у нас именно вот это вдохновение, которое дает написать вот эти вот песни. И все, что вот это вот не касается вот этого творчества, на что нужно смотреть нейтрально, скорее всего, это и не будет. А можно я, Бала, задам вопрос, пожалуйста? Дайте ему микрофон. Ты вот сиди в двернике. Бала, ну, во-первых, тебе еще раз привет. Давай, можешь пиццу заказать. Нет, подожди, вопрос в другом. Вот ты самый младший в группе. Вот у нас, по крайней мере, когда мы росли, я был, может быть, в твоем возрасте, и были у меня старшие, они мне всегда говорили, там, Антоха, с бегой в магазин. Бывает такое? Это обязательно. У меня в должности это обязательно. Это в райдере в твоем магазине. Бегаю в магазин для старших. В каких городах ты уже бегал в магазин для старших? В Астане, в Шемкенте, в Алма-Ате. Короче, везде, скажи просто и все. Да, везде. Во всем Казахстане. Мне, кстати, вообще принята дедовщина, как обычно. Так. Это слово. Это говорит Алем, да? Ну, давай о дедовщине. Ну, давай. Слушай, ну, а вот скажи, Алем, ты вот как старший, правильно? Да, я старший. Вот ты как-то действительно держишь? Вот, ребят, тут правда, вот он держит? Нет, я не держу никак. Ну, я имею в виду, ну, все равно, бывает же, у нас у всех там уважение к старшим. Вот какой-то все равно больше вот как бы на тебя что-то переговорить, какие-то переговоры или там еще что-то. Я, наверное, больше самую спокойную, наверное, больше отношусь немного поспокойнее ко всему. Ну, ты там мудрый уже. Да, может быть. У нас строгий АЗ, он немного... Он наш лидер. Да, он наш лидер в группе избранной нами. А вот, кстати, кстати, ребят, да. Избранной нами. Так, а вот избранной вами, как это происходило? Было какое-то скрыто голосование, писали на листочках. Бала голосовала, а Лем утвердил. Серега, как проходило? Вы руки поднимали? Мы пробовали себя каждый во время стажерства, в подготовке, к дебюту. Мы пробовали себя в роли лидера группы. Каждый из нас. Каждый из нас. А, ну, ЭС не пробовал, он опоздал, да? Да. На полугода. Он был Зак, он просто запарился очень долго на него. Он был еще хореографом. Он был еще хореографом, он рэп сочинял, он просто запарился. Да. Не мог полностью за все отвечать, контролировать. Я пробовал, я вроде тоже все как бы понимаю, знаю. До этого я что-то, скажем, что-то прочухал где-нибудь там на сцене, опыт хоть какой-то есть. И пацаны доверились мне, то есть. Но я такой человек, который никогда не скажет прямо, то есть, что я чувствую. Я боюсь обидеть. Айзи скажет. Да, Айзи скажет. Поэтому он лидер. Он и скажет, и сделает. Самое его классное качество, это то, что он в творчестве именно видит четко, очень ясно, как должно быть. Самое интересное, вот сразу видно и чувствуется, что он лидер. Знаешь почему? Потому что он всем дает говорить, сам молчит. Это прям как Дон Карлёна. Как Дон Карлёна, точно. Вот вы меня, ребята, правда, с этой позиции вы меня очень удивляете. Потому что мы сегодня с вами говорим и о том, что не ожидали от вас услышать. И Фрэнк Синатра, и Дон Карлёна. Что вы знаете о Советском Союзе? Я очень многое знаю. Дело в том, что... Неожиданный вопрос. Я отучился до группы в Челябинске 4 года. В России, да. А там все вот это то, что в Советском Союзе, там до сих пор что-то есть. До сих пор что-то есть. До сих пор есть. Поэтому я знаю почти все. Ну классно, классно. Я верю, Ален. Азамат, это действительно такой глобальный вопрос по СССР. У меня более простой вопрос. Вот сейчас, по-моему, уже прошло, да, ЕНТ. Все сдавали ученики ЕНТ. Скажите, мы просто с Азаматом, ну мы постарше, мы даже не знаем, что это такое. Вы сдавали ЕНТ? Кто сдавал? Мы, по-моему, из СССР не сдавали, да, ты не сдавал ЕНТ? Потому что он учился в Астрахане. А, ну ты в Астрахане учился. ЕГЭ там было, наверное. Я сдавал. Как оно? Как вообще? Расскажи, что было, когда ты сдавал? Вообще, на самом деле, ну, если я открыто сказать, хотя нет, не буду открыто говорить. Мне это не особо понравилось, как бы, я получил 75 баллов общие, без русского 60 баллов, и меня это вообще не удовлетворило. Я гуманитарий. То есть, по-русскому слову, по-русскому слову? Да, прикинь. Знаете, главное, самое интересное, что он мне рассказывал, что он является чемпионом мира по Олимпиаде, по-русскому языку. Он участвовал, да, в Казахстане, он должен был ехать в Польшу, да? Куда ты должен был ехать? В Польшу. В Чехию. В Чехию, от Казахстана. По-русскому языку там Олимпиады. Так. И вот не поехал, визу, видимо, не получил. И меня сейчас, на самом деле, удивляет, что он 15 всего получил. Слушай, вот так и говори всем, я просто визу не получил. А по ЕНТ у меня все нормально. Меня там в Чехии ждали, можно я быстро вопрос один? Тут со всего Казахстана пишут, Антоха. А, ну, пожалуйста. Со всего Казахстана, я давайте сейчас. Привет, Нэн Ти-Ван, перезвоните, пожалуйста, на этот номер. Это халас наш, как правило, поэтому потом созвонитесь. И приходите в Шимкент, мы вас все здесь ждем. Не приезжайте, а приходите, пешочком со стороны в Шимкент. Так, вы сидите в соцсетях, у вас есть личные страницы, а не официальные? Нет. Нет, да? Здесь официальная страница, официальная страница, общая. Группы. А кто ее ведет, Аист, ты ведешь? Нет, в администрации. Понятно, вы сами вообще ничего не делаете, да? Только танцуйте, поете, да? Они работают, работают. Вот бы такую работу, да, танцевать и петь. Дальше идем. Вы приедете в Шимкент на презентацию клипа? Кстати. Вау, 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 вау. Короче, не приедете. Короче, да. Пока непонятно. Сейчас пока не можем ответить, но скоро будет известно именно. Я думаю, за этим можно, я отвечаю на этот вопрос. За этим следите, пожалуйста, на официальной странице, ребят. Можно вопрос Дулату? У нас есть Дулат? Я здесь. Ты Дулат? Ты обманул меня, что ли? Можно вопрос Дулату? Как думаешь, в жизни есть старые и новые друзья, Дулат? Вот, кстати, хороший вопрос. Старые и новые друзья? Вау! В жизни есть друзья и есть знакомые, которые пересекаются в этой линии жизни. Получается, мы с этими чуваками вообще не знали друг друга, но у нас как бы цель одна, и мы друзья. Мы вообще друг друга не знали, но поскольку у нас цель одна, мы идем в одном направлении, у нас вообще нету конфликтов. Но, Зак, ты держишь отношения со старыми друзьями своими? Ну, с кем рос? Если честно, то вот именно, у нас теперь интересы разные, цели разные, как бы мы уже не пересекаемся вообще, и мы уже... Ну, было бы приятно, было бы приятно увидеться. Естественно. Так, давай еще. Еще немножечко. Nine to one, I love you. Ace, I love you too. Ace, I love you too, Ace. Какой концепт будет у нового альбома? Ace, ты что, альбом готовишь? Ну, здесь, наверное, ребята... А давайте мы так... Давайте я скажу, что, наверное, такие вопросы, это больше уже к администрации группы, да, которые, собственно, работают над продвижением и так далее. А вот что говорят про Эйзи. У него очень красивая улыбка и завораживающие глаза. Я Иглз из Астаны, и надеюсь, вы устроите фан-встречи. Меня зовут Алтнай Бауржан, тех-канал... Салем, Алтнай! Салем! Салем, Алтнай! Я бьюрся, Алдавахта! Так, и один из завершающих вопросов вам пишет Адам Ламберт. Вы знаете такого? Адам Ламберт, да, он просит поставить Гостаун в эфире. Мы будем слушать только ваши песни сегодня. Мы сейчас послушаем вашу, кстати, песенку, но прежде я хотел спросить, вот все-таки про НТ спросили, а возраст ведь такой, когда и в армию призвать могут. Кому повестка приходила? Малант! Серьезно, знаете... И что, визу не дали? Визу не дали, да? Нет, серьезно, ну и как прошло, не пошел. Ну, я сейчас... И пока нас не слушают, это военкомат, да, у меня нету прописки просто нигде нету прописки я как бы ушел из дома взял свою прописку и ушел из дома подожди он надеялся да что с чехии растет учиться и после чего как бы стал на временную прописку ребят давайте послушаем вашу песню хоть одна называется она вот она уже пошла и так группа night one сегодня в лиге джентльменов и мы слушаем прямо сейчас кайтадан лига джентльменов а екі жүреген сөз қалсын лөп өлімен айыр алып қалатын дайман бір күнімен саған қалай айталам айтпай қалай жайдабам сол алғашқы жағында жаға екші қайтадам саған қалай айталам айтпай қалай жайдабам сол алғашқы жағында жаға екші қайтадам калдыма мен афиг сөнкен сесімді қайтар өзгер менімен қайта айтпай үндер сайтан оғырма іқапатыры атағы бар шаралар долу қайтад ирап ашықтық седе болған сесімден此ға қашықтық бірақ кімде кінәді жүрек көмәту дұ жүрек аурат сыра кашықпын Субтитры делал DimaTorzok 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 Лига джентльменов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok